Здравствуйте, с вами снова Вероника Поливкина. Как только возникает желание посадить клубнику на участке, сразу встает вопрос, а какой сорт лучше? Я всегда советую завести сначала несколько сортов, а потом выбирать из них лучшие. Ведь для каждого климата и земли лучшим будут свои сорта. Но и все равно, хочется выбирать-то изначально из лучших, а не из чего попало. Ведь ухода эта ягодка требует много. Так зачем время зря тратить, выращивая неперспективные сорта? На сайтах и в каталогах продавцов, какой сорт не возьми, все сплошные шедевры. Мы почитаем, картины к нам смотримся, потратим деньги, немалые. Получим непонятно что, реанимируем, а в результате только внешняя картинка, ни вкуса, ни запаха. На этот раз решила обратиться к специалистам, которые занимаются разведением ягод на продажу за консультацией. Главное условие, чтобы были вкусными. Списочек для себя составила. Из него и буду заказывать, а там уж что у моей земли больше подойдет. А раз уж такую работу проделала, то и с вами поделюсь. А вы уж своим опытом поделитесь. Чтобы у нас более общая картинка по сортам получилась. Я уже кое-какие сорта даже заказала, поэтому надеюсь и показать потом смогу. А пока с разрешения автора воспользуюсь видео иллюстрациями с сайта Лобинская ягода. Александр занимается ягодами много лет, все про нее знает и выкладывает, на мой взгляд, очень ценные обзоры. Показывает конкретно, сколько можно собрать с одного куста и какой ягоды. Не в каком-то абстрактном, а реальном саду. Выращивает клубнику Александр на агроспание. И не забывайте, что урожай зависит не только от правильно выбранного сорта, но и от правильно заправленной почвы. Что же важно знать при выборе сорта? Это сколько раз за сезон будет давать урожай клубника. Ведь от этого зависит ее агротехника. Все сорта делятся на КСД. Это клубника короткого светового дня. Проще говоря, обычная клубника, которая плодоносит один раз за сезон. И ей достаточно света 10-12 часов в сутки. ДСД. К этой группе относятся ремонтантные сорта, имеющие за сезон два пика плодоношения. Первый в начале лета, второй с августа до холодов. Ей нужно для формирования цветоносов 15-17 часов. Она дает мало усов, и розетки на усах не цветут. И, наконец, НСД – нейтральный световой день. Ягодники называют их между собой нейтралами. Эта клубника относится к особой группе ремонтантных сортов, которые дают урожай так долго, как позволяют условия их выращивания. Такие сорта могут давать до 4-х волн плодоношения. Большинство сортов такой клубники дают много усов, которые, даже не успев укорениться, начинают плодоносить. Именно их нечестные продавцы выдают за вьющуюся или каскадную клубнику, которой в природе не существует. Переходим к сортам. Начнем с группы КСД, то есть обычным. Не новый, проверенный временем, сорт итальянской селекции Азия. Вы видите кусты второго года. Ягоды крупные, достигают размера спичечного коробка. Кусты высокие, 35 см и выше. Ягодки красивые, глянцевые, до 60 г. Есть наверху такая окантовочка, характерная для этого сорта, так что его ни с чем не перепутаешь. Ценится не только красотой, но и вкусовыми качествами. Ягода ароматная, форма разная, и удлиненная, и полукруглая. Мицца Шиндлер также является сортом КСД. Кусты очень стойкие к болезням и неприхотливые к условиям, как старые сорта. Их даже можно не обрабатывать. Это одна из самых вкусных, с ярким запоминающимся ароматом ягод. Напоминает вкус малины. Форма от круглой до плоской. Хоть показанная ягода еще не налилась, но уже видно, что загрузка куста довольно мощная. Размер ягод около 20 г, но вкус настолько хорош, что это можно не считать недостатком. Сорт не коммерческий, нетранспортабельный, но для себя лучше не придумаешь. Усов дает много, так что развести ее легко. Сажать можно почаще, через 30-35 см в строке и 40 см между рядами. Скала. Сорт новый, средний-поздний, очень крупная. Кусты высокие, 35-40 см, мощные. Поэтому и сажать его придется пореже, через 35-40 см в строке. Средний вес ягод 35-40 г. А крупных до 70 см. Плотность достаточная для транспортировки. Вкусовые качества просто отличные. Усы, как видите, рано не образуются. Что для коммерческих целей минус, а для личного использования плюс. Сибилла. Ягоды очень крупные, со спичечный коробок. Кусты высокие, около 43 см. Цветоносцы, но просто лежат под тяжестью урожая. Значит, чтобы обеспечить проветривание, нужно сажать не чаще, чем через 40 см в ряду. Изредка встречаются ягодки и вот такой интересной формы. На вкус приторно-сладкая. Самый сладкий сорт. Плотность хорошая. Так как перечисленные сорта дают всего одну волну урожая, то и хлопот с ними меньше. Сажаем обычным способом на улице. Переходим к ремонтантным, которые дают 2-3 волны урожая. Крапа 10. Также один из лидеров на сегодняшний день. Сорт очень урожайный, крупный. Есть просто гигантские экземпляры. Как видите, с одного куста набралось только вызревших. Целая корзинка. А вес уже 560 грамм. И осталось грамм 400 зеленых на кустике. В сумме около килограмма. Кусты небольшие. Можно сажать в ряду на 30 сантиметров друг от друга. Следующий сорт французской селекции. Мари Гет. Или как еще ее называют Мари Джет. Устойчивый к болезням. Сорт очень вкусный. Ягоды в среднем по 25 грамм. Сорт не крупный. Но ягод очень много. Кроме того, отличные вкусовые качества. Запоминающийся сладкий фруктовый вкус. Как видите, куст как есть. Ничего к нему не подложено. Не насыпано. На мой взгляд, так просто фантастика. Ягоды достаточно плотные. С этого куста были собраны почти все ягоды, кроме зеленых. И в итоге... Ну а если добавить еще оставленное на кусте, то еще больше. Один из урожайных сортов нейтрального светового дня итальянской селекции спаржи. Как мы видим, ягодка крупная. Контрольный замерз куста, учитывая, что на месте осталось огромное количество цветоносов и зеленых ягод, вес сладка 520 грамм. Средний вес ягоды 30 грамм. Вкусовые качества очень сладкая. Но вкус проявляется не сразу. Но загляденье, а не ягодка, усов дает мало, поэтому и купить его не так просто. Сорт компактный, в ряду можно сажать через 30 сантиметров. Мальга. Сорт нейтрального светового дня. Дает 3 волны за сезон. Ягода крупная. Есть коническая и более плоская формы. Снова собраны ягодки, набравшие формы. И оставлены цветоносы. Итог 775 грамм. Ну и на кустике еще осталось. Кабрила. Сорт нейтрального светового дня. Плодоносит до заморозков. Посадка в ряду 30 сантиметров. А между рядами 40. Особенностью сорта является то, что первая волна идет с раздвоенной ягодкой. Вкус она набирает в полной зрелости. Когда ягода становится темной. Ягода красивая, глянцевая, сладкая, с легкой кислинкой. И с привкусом земляники. Вторая волна идет только с конической формой ягод. Средний вес около 30 грамм. Крупная до 60. Ну и в заключении хочу познакомить вас с сортом Ада. Вы видите, какой великолепный урожай. За сезон она дает три волны. Сорт германский. Очень плодовитый. Морозостойкий. Ягода не очень крупная, но их множество. И вкус отличный. 935 грамм с куста. Учитывая, что не все ягодки вызрели. Вы скажете, что ну не может такого быть. Какие-то сказки. Да не сказки. Это реальный человек вырастил в своем реальном саду. Не верите? Зайдите на канал Лобинская ягода и убедитесь сами. Но, естественно, нужно делать скидку на климатические условия. То, что растет в Краснодарском крае, может под Москвой и не получиться. Поэтому я советую ремонтантные сорта посадить в теплицу. Я уже много лет сажаю всего несколько кустиков. Варенье, конечно, из тепличной не варим. Но полакомиться с конца мая моей семье хватает. И реально же, дает таки она три урожая. И у меня сорта-то не такие плодовитые. Теперь, конечно, буду менять. Осенью уже сделала у Александра пробный заказ, но очень поздно. Сажала клубничку уже в октябре. Но все равно кустики зацветают. Даже несмотря на экстремальную погоду этой весны. И еще. Чтобы иметь действительно хорошее урожай, нужно часто обновлять кусты. Посадили в августе. На следующий год собрали три волны. Через год еще три волны. И все. Меняем на новую. Ну, усики тоже и свои собираем. Покупать не надо. Но о том, как сажать, как выращивать, как подкармливать и как лечить, это другие истории, которые вы найдете в плейлисте «Клубника для начинающих». А этот рассказ про самые перспективные сорта. И это не все, конечно. Будут новые, обязательно познакомлю. Не забудьте написать о своих любимых сортах. Все вам доброго. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»